Добрый день! Сегодня мы продолжаем рублику полезных советов для восстановления руки после инсульта. У многих пациентов рука уже начинает двигаться, пальчики разжимаются и сгибаются, но не все движения контролируются и, грубо говоря, на гитаре пока не получается играть. Давайте потихоньку продолжим восстанавливать руку. Мы сегодня сделаем необычный инструмент. Это шипастый шарик наш с вами, которым мы делаем гимнастику, разминаем, укрепляем руку, катаем, делаем массаж. Мы его привяжем к веревочке. Да, конечно, у вас самостоятельно это сделать вряд ли получится, поэтому попросите родственников привязать к веревочке, можно тоненькой ваш мячик, чтобы он от вас далеко не убегал. А второй конец веревки можете положить в карман или куда-нибудь привязать, чтобы если мячик упадет, вы его могли быстро вернуть. Давайте поделаем несколько с начала упражнений. Возьмем нашу руку и для разогрева покатаем мячиком всю руку, прокатываем. Я буду делать быстро, показывать упражнение, а вы уделяйте каждому упражнению по минутке, даже по 2 или даже по 5. Хорошенько каждый пальчик прокатайте. Внутреннюю сторону руки, снаружи, плечо, все-все, вплоть до шеи, покатаем. Дальше что можно поделать? Можно взять в руки мячик и двумя руками, одной рукой придерживаем. 10 раз вперед, 10 раз вверх, 10 раз в стороны. Можно попробовать поднять мячик вверх одной рукой и опустить его вниз. Тоже по 10 раз, но и обязательно другой рукой тоже самое. Пробуем передавать назад мячик. Назад, вперед, в одну, в другую сторону. Если мячик вдруг упал, вы всегда можете его назад вернуть. Хорошо. Что можно еще поделать? Вот у нас рука потихоньку работает. Придерживая руку, берем и пытаемся перебирать. Перебирать. Плохо получается, плохо понимаете? Возьмите в другую руку и попробуйте провернуть по кругу мячик в одну и в другую сторону, чтобы мячик вокруг своей оси сделал круг. 5 кружочков в одну сторону, 5 кружочков в другую. И придерживая мячик прям веревкой, пробуйте проворачивать в одну сторону и в другую. Да, к сожалению, не у всех рука хорошо работает. Но помните, у многих ведь уже потихоньку рука включается. И вы тоже стремитесь. Делайте. Ничего страшного, если совсем не получается. Главное, старайтесь. Верьте, чтобы рука понимала, что вы хотите, чтобы она работала. Поделали. Дальше. Плавно будем перебрасывать. Пробуем раз. И пробуем ловить. Наша рука не только должна хорошо сгибаться и разгибаться, она должна это еще делать вовремя, так сказать, резко. Схватили за шкирку. Раз, хулигана. Они плавно попытались это сделать. Давайте еще разочек. Роняем. Не получилось. Ничего страшного. У нас же есть веревочка. Есть. Тоже каждое упражнение примерно по 10 раз. Есть специальные мячики, такие мягкие, на пружинистой веревке. Вы их можете даже кидать в стену и ловить рукой обратно мяч. Наша задача восстановить руку до идеала и даже лучше. Поэтому это видео будет полезно на последних этапах реабилитации. Поперебрасывали руки. Пробуем руку. Включаем работу. Можете вплоть до того, что жонглировать. И главное, чтобы вы поняли принцип. Чем выше, тем лучше. Надеюсь, это видео было вам полезно. Вы для себя увидели что-то новое. Будьте здоровы. Скорейшего вам выздоровления. Пока-пока.